Добрый день, дорогие коллеги. Я буду рад дать вам применения от практических протезов Кампы, Менеции, Казахстане, Семьфрии и Дианек, Дианек и Дианек и Система Человека. Прежде всего, у нас уже такая дискуссия большая началась о том, что должен быть комплексный подход. Я считаю, что комплексный подход, в принципе, он актуален в любой специальности, будь то ортодонти, будь то мануальная терапия, поэтому мы обязательно должны кружить в этой ситуации. Ну, ортодонти — это, в принципе, наука о прямом правильном прикусе и о его формировании. Ну и, конечно, если мы с вами взаимодействуем, я имею в виду ортопеды, ортодонти, мануальная терапия — это увеличивает эффективность нашей терапии общей, увеличивает положительные результаты и, бесспорно, уменьшает побочные какие-то эффекты. Для того, чтобы понимать, что же такое правильный прикус, к чему мы ортодон стремимся, я представляю вам вот такую вот картинку про жизнь чайфлюзи поэт. Все это очень важно. Почему? Потому что там дальше речь пойдет о капах, и, естественно, капа задает показания. Тут нужно понимать, какой все-таки прикус у человека изначально, когда он был в душе. Так вот, прежде всего мы обращаем внимание на положение вот этих вот зубов. Это первые маляры. На них, скажем так, это база прикуса, на них все строится. Так вот, медиально-щечный бугорок первого постоянного маляра в верхней челюсти, это лучше не смотреть фиссуру такого же нижнего маляра в нижней челюсти. Соответственно, у каждого зуба есть определенный наклон передне-заднего направления, медиально-заднего наклонения, не должно быть никаких поворотов, должны быть везде плотные контакты, и вот эта вот опрессионная плоскость, она должна иметь определенную фокусность, не более динамический баланс. Это очень важно. Также мы, однодонты, помимо вот этих вот всех шести клещей и окклюзий, обращаем внимание на мио-динамический баланс. Что это такое? Это баланс между мышцами, круговым мышцами рта и мышцами языка. Соответственно, было проведено исследование, объяснено, что язык дает нагрузку по области 10 грамм, нижнюю губа 5 грамм, верхнюю губа 5 грамм, в целом 10 грамм. То есть вот этот баланс между мышечными структурами, это очень важно. Если, например, мы имеем дело с слабостью круговыми мышцами рта, и, например, ребенок не может дышать носом, дышит только ртом, постоянно у него рот открыт, соответственно, этот баланс можно улучшать. То есть у него снаружи уже давления тех самых 10 грамм нет. И вот у меня представлено, что для перемещения резцов необходимо всего 1,7 грамм. То есть, соответственно, если язык изнутри будет толкать 10, целых 10 грамм зуба, то, соответственно, он будет очень сильный двигатель привод. Это будет улучшать примусы. Но не только мы должны говорить о медиодинамическом балансе полости рта, мы еще должны обращать внимание на баланс, скажем так, работы мышц задней поверхности шеи. А тут что для нас очень важно, для вас и для нас очень важно, что круговая мышца рта является, образно говоря, таким, скажем, антагонистом задней поверхности мышц шеи. И на это тоже мы должны обращать ваше внимание. То есть при тренировке мышц рта, при их напряжении мы расслабляем, соответственно, заднюю группу мышц шеи. Для регуляции медиодинамического баланса мы используем специальные функциональные препараты. Обязательно присутствуют в миогимнастическом упражнении. Санация полости носа и рта. И металлодия паркоза первого миличка, а также корректиосфорки. Это обязательно. Это комплексный подход, о чем мы в своей сегодня говорили. Значит, также для нас очень важна агрессионная высота. Это то, о чем я говорила, именно в области этой зеленой линии. Для этого применяются силиконовая каппа и ортеза системный обрейсинг, классиночный аппарат с визионными накладками и индивидуальная пластмассовая каппа. Я сейчас коснусь всего. Ну, вот те самые каппа, о которых Юрий Алексеевич уже, наверное, много с вами говорил, да, и вчера, наверняка. Для нас, наверное, с вами сейчас важно забрать конструктивные особенности этой системы. Конструктивные особенности, значит, основное, что тут есть. Здесь есть вот такой вот наружный, скажем так, стимулярный щит, который обеспечивает как раз тренировку круговой мышцы рта. На щите есть специальная такая ребристость небольшая, что еще больше стимулирует сокращение мышц круговой мышцы рта и, в общем-то, ее тонус. Дальше. Есть специальные ячейки для зубов. Это для нас, как для ортодорфов, очень важно. Почему? Потому что каждая ячейка предполагает определенное перемещение зубов. Каппа остается на полтора года где-то, на год как минимум. Поэтому, конечно, сразу в чудесах каких-то не убедить это уже дать не нужно. Годнемся к строению Каппа. Значит, Юрий Алексеевич заговорил о том, что в Каппе есть специальные ячейки для языка. Это тоже очень важно. То есть, если мы видим правильное положение языка, что достаточно редко случаев, если ребенок дышит ртом, если есть, например, какие-то генетические, может быть, врожденные патологии и так далее. Далее. Есть вот такой вот язычок на пистол, как мы его называем, для тренировки, опять же, языка и для растяжения уздечки языка. Для нас, для ортодорфов, очень важно. Так. Это случаи, которые были у нас, ну, такие типичные на миобрейсах. То есть, вы видите, да? Это до, это после. Вы видите положение зубов, во-первых. Во-вторых, межкульковое расстояние. Здесь оно гораздо шире. Межкульковое расстояние, в общем, для нас разделяет ширину верхней челюсти, которая часто сужена при нарушении, опять же, органов дыхания. И вот здесь вот тоже наклон зубов, обратите внимание, вот такой, а здесь уже совершенно другой. То есть, зубы ушли назад, что, опять же, это на асфальт. И положим нижнюю челюсть. Если вы посмотрите, расстояние между верхними, ресциальными и нижними, видите, да, тут можно пальцем обливать просмотр. Здесь уже такой ситуации. То есть, выдвижение нижней челюсти происходит. Ну, я могу честно, откровенно вам сказать, что, конечно, вот эта картинка, она, наверное, приукрашает немножко реальную ситуацию. Но, в целом, действительно, небольшое перемещение нижней челюсти мы наблюдаем. Но чудес, опять же, пока я еще не видел. Вот те капла, о которых мы говорим, это все-таки для деток, которые уже имеют все молочные зубы, либо же все постоянно. Капы бывают разные. Капы бывают для постоянного примеса, для сменного примеса, для молочного примеса. Если у ребенка, например, еще нет вообще зубов, или, допустим, есть не все молочные зубы, то можно работать вот с такими вот аппаратами. Это уже другая совершенно сетка аппаратов, тоже съемные конструкции. Разработал их доктор Хиндзе. Соответственно, вестибулярные пластинки, мы их называем, они бывают разные, с дополнительными элементами, вот видите, тут с козырьком, с вот таким вот, не скажем так, бусинкой для растяжения уздейчика языка. Вот для такого, с этим вот заслоном для языка. Для чего вот эти пластинки нужны? Опять же, для тренировки никакого нужного цвета. Очень хорошая вещь. У меня есть несколько пациентов, не много, но они есть. И в целом, действительно, это очень хорошая работа. Если, конечно, родители контролируют, замечательные пластинки работают. Их даже рекомендует вот сам автор. То есть, СОСКу заплатят еще временно, но и рекомендуют не больше, чем до года. И сразу СОСКу заменять на вот такие вот аппараты именно для правильного формирования миодинамического баланса. То есть, очень такие хорошие, удобные аппараты. Коллеги, я хотела ваше внимание обратить. То есть, очень важно, если вы начнете работать с капами, если вы посетите семинары, очень важно понимать, что капы имеют, ну, скажем так, все равно ограниченные какие-то показания. Не всем они подходят. И я бы хотела еще раз обратить ваше внимание на второсположение первых маляров. То, о чем я говорю, когда мезиально-щечный бугорок смотрит между бугороком и фиссурку, это первый класс поэнга, это правильное соотношение. Если такого соотношения вы не наблюдаете, например, мезиально-щечный бугорок расположен кпереди, то есть, вся верхняя челюсть ушла вперед, а нижняя назад, это дистальная окклюзия, очень распространенная в нашей популяции. Если происходит наоборот, то есть, фиссурка ушла вперед относительно бугорка, это мезиальная окклюзия. Мы вы видели, наверное, когда-нибудь, такая мощная нижняя челюсть, такое голевое лицо сразу формируется, приведет к взрослому человеку. Вот с мезиальной окклюзией, здесь вообще все очень сложно, чаще всего это генетически предположенный фактор, это, скажем так, проблема именно с костной структурой, не просто там зубы как-то переместились, это уже либо массивная нижняя челюсть, либо большие проблемы с суставом. И здесь есть отдельная сетка капли, именно для лечения мезиальной окклюзии. Ни в коем случае с мезиальной окклюзией нельзя сдавать себе капы, которые предоставлены дистальные, вы просто можете очень сильно человеку навредить. Еще, наверное, я пару слов скажу о тех пластинках и капах индивидуальных, например, у меня. Вот такая вот индивидуальная капа, но в чем ее плюс? Она одночелюстная, то есть с ней можно совершенно спокойно разговаривать, но то, что с тренером сделал брейсом, ее можно надевать в школу, на работу, потому что она прозрачная и незаметная. Что она делает? Она разобщает прикус, и, собственно, за счет этого она не пружинка, она сделана из тонкой пластмассы, но она разобщает прикус, тем самым создает более комфортное положение суставного головного сустава, и височный БЛЧС-сустав. Поэтому тоже имеет место так быть, и, скажем так, большого количества пациентов у нас на данный момент с такими капами нет, поэтому исследования ведутся, обязательно заложим это на предыдущие симпозиумы. И вот такие вот пластинки с оккуризионными накладками, вот эта оккуризионная накладочка. Ну, в общем-то, я здесь просто показываю, на что способны сейчас сортодомити. Раньше, вы помните, были страшные ужасные аппараты, сейчас нет, сейчас они цветные, с рисунками, с картинками. Но и, близко всему, да, конечно, основные элементы, оккуризионные накладки, которые, опять же, позволяют разобщить прикус, и, в общем-то, свободное движение суставе нам обеспечивают. Такие же пластинки бывают и с заслонами для языка, и со специальными элементами для тренировки клуб, но, скажем так, они все-таки менее комфортные, нежели не у брейса, нежели вот эти прекрасные получились наикапы, которые очень у нас все у титавора. Поэтому, в общем-то, выбор в пользу этой каппы, которые нам не будет делать. Так, ну и спасибо вам за внимание. Спасибо. Сейчас хочу пригласить пациента. Маша. Это пациент с разными видами, которые используют лечения функциональных нарушений. Спасибо. Спасибо.